Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин. И в сегодняшнем видео я вам полностью расскажу про все настройки на блоке управления фрезой японского трактора Янмар FX-175. Все эти настройки у меня заработали после того, как Павло Свинницы мне подогнал датчик автогоризонта фрезы. Друзья, до этого половина настроек, половина вот этих вот крутилок на блоке управления у меня не работала. И так случилось, что после того, как я выложил видео с этим электронным датчиком, со мной связался тоже один человек, Богдан Богданович. Привет, Богдан! Спасибо тебе огромное! Из села Язупель. И он говорит, что у меня трактор Шефенг и купил фрезу к нему японскую. На этой фрезе был установлен точно такой же датчик фреза Янмар и как бы он ему не нужен, говорит, вышлю, пускай у тебя будет два датчика как бы в запас. Так что, друзья, вот так вот потихонечку, как говорится, с миру по нитке, голому рубашка. В общем, на тракторе ничего нового, кроме датчика. Значит, вот так вот здесь он установлен. Есть такие два болтика для точной регулировки, чтобы точно его выставить по горизонтали. От датчика идет провод. Провод идет через такую вот пружинку. Эта пружинка, друзья, заводская, крепится здесь на двух болтиках. Вот. И вот он пошел, пошел, пошел. И на тракторе есть еще одна такая пружинка. Вот. Так вот сделано. Дальше провод идет там к розетке. А трос от фрезы крепится. Значит, броня здесь жестко, можно сказать, закреплено. Вот. А сам тросик крепится к тяге. И сама тяга управляет датчиком глубины. Ну и вот он, наш электронный блок управления фрезой или навеской. Ниже под ним находится рычаг глубины. То есть, на какое деление вы здесь его установите, на такую глубину и будет опускаться фреза или навеска. То есть, ниже она не опустится, разве что в ручном режиме. Значит, дальше джойстик подняли, опустили. Лампочка зеленая, если горит, она свидетельствует о том, что навеска у вас поднята. Вот эта вот крутилочка, это автоматическая регулировка глубины. То есть, чем больше значение, тем больше опускается фреза в глубину. Но эта настройка работает только с автоматическим заглублением от фартуха фрезы. То есть, от тросика, датчик, то, что я вам показывал и так дальше. Следующая крутилочка, вот эта. Это режимы управления автоматикой фрезы. Их здесь шесть. Проходим дальше. Тумблер наклона фрезы влево или вправо, в ручном режиме. Вот это вот, это подстройка, корректировка горизонта фрезы в автоматическом режиме. То есть, в левый, правый. Вот эта вот крутилочка отвечает за скорость движения бокового цилиндра, то есть угла наклона. Вот это значит, здесь три положения. Влево-то медленный, как бы, переход угла. Потом средний и быстрый. И рядом находится регулятор, который отвечает за чувствительность заднего фартуха. Тоже имеет три диапазона. Слабый, средний и самый чувствительный. Самой слабой чувствительности фреза не будет реагировать вот приблизительно вот в таком вот колебании фартуха, открытия-закрытия. На втором диапазоне этот вот расстояние открытия-закрытия фартуха будет меньшим. Вот. И на первом она будет очень чувствительной, то есть, ну, только немножко заглубилась и все, сразу она выскакивает. То есть, вот так вот я вам на пальцах рассказал. Сейчас я вам более наглядно все покажу, как она работает. Ну, а посередине, друзья, вот это вот под отверточкой такой регулятор. Это корректировка строгого горизонта, так сказать. Если вот этот вот регулятор поставить по центру, он фиксируется по центру, вот. Смотрим на фрезу, чтобы она была параллельно земле. И крутим влево или вправо, чтобы она была четко по горизонту земли. То есть, строгую вертикаль можно установить или датчиком, регулируя болтами сам датчик, или вот этим вот регулятором под отвертку. И остался у нас переключатель режимов. Шесть режимов, как я сказал уже ранее. Значит, смотрите, по режимах. Вот этот вот иероглиф. Смотрите, запомнили? Теперь вот он. Теперь вот он. И вот он. Еще сверху надпись. Дальше идем на рычаг глубины. Вот он. То есть, вот эти режимы, где есть эти иероглифы, будут работать только тогда, когда вот этот вот рычаг глубины будет опущен вниз, в плавающее положение. Этот иероглиф указывает нам на то, что фреза будет автоматически поддерживать глубину, выставленную вот этим вот регулятором. И эта автоматика работает только от фартуха. Регулятор чувствительности. Вот он, этот иероглиф. То есть, чувствительность открытия фартуха. Здесь, 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 здесь и на рычаге. Дальше, там, где мы видим надпись УФО, будет включен автогоризонт. Кроме вот этого вот режима, который занесен в такую вот рамку. Этот режим, он самый первый, занесен в рамку и указывает на то, что УФО и работа от фартуха отключена. То есть, вся автоматика корректировки глубины и автогоризонта будет отключена. Можно только будет поднять и опустить навеску. Опускается навеска до глубины, установленной вот этим вот рычагом. Также, можно поднимать и опускать тоже навеску этим рычагом. Данный режим, друзья, я использую при работе с пугом, ковшом или бараной. Так, дальше переключаем. Вот это вот надпись УФО и иероглиф. То, что я вам говорил. Значит, это, друзья, полная автоматика. То есть, работает автогоризонт и работает автоматическое поддержание глубины, заданной вот этим вот регулятором. Следующий. Иероглиф. Это, получается, у нас только работает поддержание глубины, заданной вот этим вот регулятором. Автогоризонт не работает. Дальше, четвертый режим, надпись УФО, означает, что работает фреза только на автогоризонте. Глубина от фартуха, автоматическая, задаваемая вот этим вот регулятором, не работает. То есть, глубину можно выставить вот этим вот рычагом. Дальше переключаем на пятый режим и видим надпись, что фреза работает от фартуха, поддерживается автоматическая глубина. И сверху, друзья, и появилась надпись, которая свидетельствует о том, что данный режим предназначен в работе с фрезой на уклонах. В этом режиме, друзья, фреза будет автоматически переключаться, если вы едете, к примеру, в одну сторону, и вам нужно развернуться то же самое в другую сторону. Понятное дело, что угол вот этот у вас уже изменился. То есть, фреза при поднятии будет автоматически переключаться на другую сторону уклона. И остался последний, шестой режим, который свидетельствует о том, что полностью вся автоматика отключена. Какой-то аварийный режим или мало ли что, навеска поднимается и опускается только вот этим вот джойстиком. Значит, поднимается до тех пор, пока вы держите джойстик вверх. Опускается до тех пор, пока вы держите нажатым джойстик вниз. Красный рычаг не работает. Ну и теперь, друзья, полностью давайте вам покажу все наглядно, как работает на тракторе, как работает каждый режим и каждый регулятор. Сейчас я прогрею немножко трактор, так как на улице сейчас минус 4. Вот, немножко погоняю масло, чтобы было более жидкое. И все покажу. Давайте начнем с первого режима, где полностью отключена автоматика. Он простой. Подняли джойстиком. Опустили. Никакие крутилочки здесь ни на что не влияют. Дальше второй режим, там где полностью включена автоматика, горизонт и заглубление от фартуха. Автоматическое поддержание глубины. Давайте сначала выставим так, чтобы не касалось земли. Вот. Вот так вот. И поставим какую-то глубину. Ну, где-то так, посредине. Чувствительность заглубления установим на минимум. Теперь чувствительность установим на максимум. Чувствительность фартуха. И автогоризонт. Смотрите, это я принудительно его давлю. И он становится сам автоматический. Третий режим у нас. Отключен автогоризонт, а включен сам режим фартуха. Проверяем. То есть, автогоризонт стоит на месте, как мы его установим. А глубина работает под фартуха. Четвертый режим. Фартух отключен. А включается автогоризонт. Проверяем автогоризонт. И попробуем поднять за фартух. Не работает. Так, дальше у нас пятый режим. Это режим реверса. У вас фреза автоматически переключается на другой угол, если вы работаете на уклоне. То есть, при поднятии навески фреза должна переключиться на другой угол. Проверяем. Изначально выставим угол какой-то. Вот давайте такой. И сейчас поднимем. Поднимаем. Представьте, что вы разворачиваетесь. Подняли, развернулись и опускаем. Дошли к следующему развороту. Поднимаем. И опускаем фреза на другой угол стоит. И последний режим, шестой. Это работа получается вручную. Вот сколько я держу, столько она и поднимается. Джойстиком. То есть, больше ничего не работает. Только джойстик. В принципе, друзья, на этом все. Скажу одно, что сейчас минус 4, где-то градуса. И трактор нужно хорошо прогревать. Так как гидравлика, когда холодное масло, она работает с таким, знаете, опозданием. Или с какой-то такой-то сонливостью, что ли. А когда трактор прогрелся, ну так я скажу по времени, ну минут, наверное, 10, может даже 15, вот на холостых оборотах, когда уже фильтр гидравлики стал такой немножко теплый, вот тогда все работает как летом. Может, что я упустил. Может быть, какие-то будут вопросы у вас. Пишите, конечно же, по возможности отвечу. С вами был Юрий Сердбин. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok